так итак всем привет друзья вы на канале векон 100 ребятки мы продолжаем рубрику донецк от первого лица и сегодня у меня выпала возможность поснимать вам часть калининского и ворошиловского района не просто сегодня нужно проехаться на покровский рынок купить там некоторые товары ну я решил немного вам показать как выглядит в основном калининский район так как покровский рынок это практически окончание этого района ну и спасибо за то что вы комментируете ролики я читаю практически каждый вас комментарий также немаловажно что критика критика присутствует и это самое главное для дальнейшего развития канала и многие youtube блогеры которые только начинают критику воспринимают всерьез и очень обращают на нее внимание но для меня критика это обычный процесс который обязан просто происходить при любой видеосъемке так как конечно есть какие-то оговорки и благодаря вам я становлюсь лучше и вам будет приятнее на меня смотреть короче друзья мы будем сегодня отправляться от проспекта мира сегодня я здесь нахожусь и поедем мы в сторону калининского района так покажу будет у нас небольшой влог на колесах ну что погнали ребятки ну вот мы проезжаем паркованных фигур на это время уже ролик будет на канале по поводу него но так сейчас кстати недавно уже закончили рисовать разметку вот так выглядит сейчас проспект мира и пересечения университетской ну как бы особо мало чего поменялось единственное что вот недавно также дорогу отремонтировали здесь там небольшие ямки конечно в процессе эксплуатации дорог все равно образовываются но так ничего интересного за это все время не поменялось единственное что стало немножко меньше машин но опять же зависит от дня недели бывает такое я сколько раз говорил в пятницу машин нет в понедельник их полно с чем это связано неизвестно поэтому вот еще раз буду упоминать коммунальщиков что-то опять ремонтируют либо высаживают а кстати поребрики устанавливают новые все время облагораживают наш город что радует ребятки это радует вот кстати обязательно также комментируйте чтобы вы хотели еще увидеть меня очень много роликов уже по поводу донецка на канале уже и забываешь со временем что для вас ребятки я снимал будет у нас такой небольшой влог на колесах уже все расцвело зеленая олимпийский проезжаем уже с деревьев осыпаются лепестки после цветения сейчас проедемся по артема и потом поедем в сторону калининского района а точнее на покровский рынок ну и там окрестностей я вам друзья поснимаю у меня за калининский район мало в основном я снимаю центр но и те места где вам что-то такое интересное можно будет показывать скай сити скай сити едут в другой корпус на пары особенно студенты национального технического университета в основном путешествуют между корпусами так но мы здесь поворачиваем налево вот и здесь дороги ремонтируют сейчас кстати по новому начали делать то раньше маленькие такие ямки вырезали а сейчас такие уже побольше иногда бываешь не успеваешь притормозить и так заскакиваешь по подвеске бьет нехило сейчас мы спускаемся слева у нас будет крытый рынок но большинство людей меня смотрит кто сам с донецка и сейчас находится в нем ну для него это может быть не сильно будет интересно как провожу экскурсию а для тех людей которые уже лет десять двадцать не были то я думаю это очень интересно кстати мне вот недавно в комментариях писал человек говорит я с семидесятых годов не был здесь и мне было очень приятно посмотреть в том городе где я родился вырос ну по каким-то обстоятельствам он сейчас в другом городе находится у всех ситуации разные поэтому слева крытый рынок а мы направляемся дальше маршрут хоть и не меняется у нас но я на своем канале хочу сделать полный обзор своего города этот город для меня немаловажен я в нем родился и вырос и сейчас живу и можно будет со временем даже бываешь и пересматриваешь то что ранее снимал опять мои ребятки проезжаем набережную и едем сейчас у нас слева будет донецкий национальный университет экономики и торговли по правую сторону амстор кстати что касается цен на бензин девяносто второй тридцать девять рублей девяносто пятый сорок два рубля газ на заправке двадцать один пятьдесят там он прыгает когда двадцать один когда двадцать два пропан метан двадцать два рубля так но мне еще надо в одно место заехать на марии ульянова свернуть а потом уже ребятки мы так кругаль сделаем и уже выйдем на той стороне покровского рынка многие мне также еще в комментариях пишут что через марии ульянова практически все переезжают на проспект ильича ну в основном такие большинство людей делает как бы здесь такая развязка либо на правую сторону можно будет поехать в сторону золотого кольца ну образно в площади ленина ну а налево уже на мотель на макеевку все равно город зеленый все засажено деревьями приятно бывают другие города посмотришь ролики в ютубе и мало саженцев присутствуют у них а так куда не посмотришь у нас везде лес так его назовем большое количество деревьев так друзья ну мы сейчас уже практически доехали до проспекта ильича вот такой у нас трафик на дорогах ну по сравнению то что было раньше это конечно не о чем но все же люди есть они никуда не делись да кто-то уехал кто-то переехал кто-то наоборот возвращается ну все равно раньше было намного больше людей люди как кочевники мигрируют в зависимости от ситуации так как это непонятно у меня зеленый здесь горит а там еще едут это наверное не успевшие проехать там кстати по правую сторону проехали не видно ночной клуб лица дом синоптиков он сейчас до сих пор работает кстати вот дворец спорта дружба ледовая арена но сейчас там я не знаю в хоккей наверное не играют ранее здесь выступал хоккейный клуб донбасс единственный плюс что меньше машин стало это более лучше кайфуешь от того что дороги не такие занятые то обычно здесь постоянно движуха то слева кто-то перестроится то справа тот еще откуда-то ну а так сейчас хорошо учиться водить машину так как загруженность трафика практически отсутствует ну так небольшая она уже начинает пух с тополей сыпаться конечно аллергикам сейчас не до этого они постоянно страдают многие сейчас начинают болеть сопли кашель это слизь вся в глазах в носу ну короче брррр никогда не желаю вам такие аллергии иметь да и болеть вам вообще друзья не нужно надо быть здоровым вот вот цветочки у нас красивые какие ну и ждем светофора потом поедем так ребятки ну а мы едем дальше вот это вот блин вечная проблема у этих автобусов сейчас окно открою я думаю вы услышите вот этот звук пищащий но он уже прошел но я думаю вы поняли о чем я просто жесть у них болезнь в эталонах просто катастрофическая у всех я как-то у водителя спрашивал говорю а что у вас да это говорит с завода так без разницы какие колодки ставишь что ты там ставишь даже золотые поставишь они все равно так будут репеть вот сейчас я думаю вы слышите блин просто аж до изнеможения колотит кстати деревья там немножко верхушки по обрезали потому что верхняя часть уже обсыпается ну и время уже этим деревьям я не знаю в каком году этот палисадник садили кстати на бульваре в начале я вам показывал там посредине лавочки а здесь пока только деревья кстати может быть в дальнейшем я не знаю будут они этим заниматься или нет тут кстати тоже можно парк небольшой сделать как на заметку можно взять будет вот у нас на горизонте красивая церковь с золотыми куполами ну и сам Покровский рынок собственной персоной там купить можно все что хочешь от бэушного до нового то есть проблем с запчастями вообще никакими нет лишь бы деньги были а то пишут некоторые так что в вашем Донецке запчастей нет ну это по поводу машины того нет людей нет ничего у нас нет ребят ну люди есть машины есть все есть он колеса продают ну и вот парковка занята практически вся парковка занят ну и там внутри еще можете видеть вот вот возле супермаркета тоже занята вся парковка практически и вот вам количество машин еще эту сторону ребятки я вам не показывал ну вот будет мой видеоролик в которых я практически весь центр города ну и также шакраины захвачу таких роликов мало ну во первых если есть такая возможность показать вам я думаю это всем интересно конечно да выпуски может быть немного затянутые но для людей которые хотят увидеть как выглядит город на сегодня ну вот как смотрите здесь еще разметку не нарисовали в центре все таки делают все намного быстрее так как центр есть центр это всегда так в любом городе сначала делают центр а потом окраины приезжаешь на петровку там еще дороги даже не ремонтировались приезжаешь за ж.д. вокзал там не ремонтировались на ветке ничего не делалось а в центре вот все уже сделано но опять же что-то какое колоссальное количество людей должно заниматься этим понятно что в каждом районе есть свои люди которые занимаются этим но опять же количество дорог тоже не два или не три километра ну представьте каждую ямку залатать людей собрать асфальт забрать готовый приехать вырезать разметить записать ну это это так кажется что все просто делать а как сам начинаешь думать то хоть так и то у нас я считаю где я не был в Донецке отличные дороги по сравнению с другими городами там конечно остается желать лучшего выезжаешь за пределы Донецка все да центральные трассы в идеальном состоянии а вот такие проселочные конечно не по грунтовке ездишь везде но хочется чтобы они немного получше были но сейчас мы ребятки выезжаем на проспект мира вот кстати цены на бензин я думаю вы увидели мы потихонечку движемся в сторону Донбасс арены кстати о Донбасс арене я тоже небольшой видеоролик снял кстати ребятки напишите может там стоит пройтись и заснять вам как влог тоже свою реакцию обязательно пишите под этим видео для этой созданной комментарии чтобы вы могли делиться своим мнением большинство комментариев я конечно же читаю а по последним видеороликам которые я выпускаю за Донецк я практически все комментарии читаю и беру себе на заметку если есть конечно время возможность показать вам тот или иной район или например то же самое место то конечно эти выпуски у меня обязательно будут на канале вот кстати здесь тоже дорожку латают кстати не просто латают а даже целую полосу будут делать для этого и для встречного движения класс потому что здесь были вот такие вот неприятные как бы их назвать извилины на дороге но делают вот кстати техника стоит я бы сказал техника не старая недоподобная такая уже каштаны я смотрю отсветают там как всегда проходят какие-то уборочные мероприятия ну вот и закончился наш влог назовем его так влог на колесах показала вам немного города я думаю вы знаете что делать обязательно оценивайте этот видеоролик пишите свою реакцию под этим видео с вами на канале был Виконста всем гудбай